Дин, привет! Рад тебя видеть! Привет, я тоже! Спасибо, что время уделила! Спасибо тебе! Что на тебя надето и сколько это стоит? Ну что, начнем, наверное, снизу. На мне рековансы стоят порядка... Полторы тысячи дирхам. Штаны Urban Outfitters порядка двухста дирхам. Майечка Хромбай Миронова. Не помню, честно говоря, сколько стоит, но тоже, наверное, сто двести дирхам максимум. Окей, круто, удивила. Цепь Живанши, наверное, около шести, шести-семи тысяч дирхам. Отлично. Бомбер. Бомбер это вообще коллаборация Китч с Инвизибл. Ага, можешь, да, повернуться, вау, круто. То есть, когда я коллекционировала NFT, я покупала Инвизибл, и Китч сделали коллаборацию с NFT проектом Инвизибл Фрэнс. И вот подарили холдерам такой классный бомбер. Худи, кепка и свитшот. Самое дорогое, это у меня часы здесь. Это у вас Rolex, окей. Да, они стоят, ну, кстати, тоже недорого, двадцать четыре тысячи дирхам. Где приобрела, помнишь этого? Мне их, если честно, подарили, я не покупала их. А, окей. На Новый год и на день рождения это был такой подарок. Классный подарок, кстати. Да, спасибо. Всем бы так. Спасибо. Да, у тебя очень красиво, необычные какие-то... А, это колечко Chrome Hearts. Мне его тоже подарили, цену не знаю. Он максимум может стоить, наверное, наверное, могу ошибаться, две тысячи дирхам. Но надо перепроверить. Я сам прогуглю, тоже проверю. Да, очки на мне порядка двух тысяч дирхам. Что за бренд ты не сказала? А, Gentle Monster. Окей, да, это очень популярный, необычный бренд. У них самые красивые витрины. Они, по-моему, то ли первое, то ли второе место заняли среди всех витрин. Да, 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 я слышал тоже такое. И там цепочка. НИ, я вижу. Да, это коллаборация Mozzi с Никитой Ефремов. Это магазин. Привет, Mozzi, привет, Никита. Порядка двух тысяч дирхам. Но мне его тоже подарили. Ну, это считается как все равно. Да, мне подарили. И еще последний вопрос. Сколько ты тратишь на жизнь в Дубае в месяц? В месяц в рублях это около двух миллионов рублей. В дирхамах около, ну, доста или чуть больше ста. Ну, это кредиты, это затраты там на семью, это мамины траты, это сестры, школа, это такси, питание полностью. Вот мне для такого минимального потребления без покупок каких-то дорогих вещей или там чего-то дополнительного, исключительно вот база, которая мне нужна. Средний? Средний это сто тысяч дирхам. Да. Окей, это довольно большая сумма, но все знают, у тебя очень большая семья и ты всех поддерживаешь. Да, да. Ну, ты большая молодец в этом плане. Спасибо. И еще один вопрос такой, вне темы. Я знаю, что ты давно переехала в Дубай, и как тебе тут живется, что ты тут делаешь, чем занимаешься? Я сюда переехала с сестрой, мы живем вместе, она ходит в школу, я параллельно работаю, сижу в официальных сетях, изучаю контент и развиваюсь в Дубае. В целом, мне очень нравится здесь, я начала больше заниматься собой, изучением новых языков, изучением новых для меня тем. В целом, моя жизнь просто перевернулась, когда я сюда прилетела, было очень сложно. В лучшую сторону? В 100%. Первый год было очень тяжело эмоционально, потому что переезд все-таки это такая вещь, но сейчас я уже как рыба в воде как-то начинаю. Ты не жалеешь? Я не жалею, нет. Наоборот, этот год меня сделал гораздо сильнее и... Развил? Развивает и до сих пор. И за последние два года, когда я жила в таком комфорте, сейчас я снова окунулась в состояние, когда я только-только что-то начинаю. Это очень здорово, потому что в этот момент начинаются самые интересные истории, и ты развиваешься гораздо сильнее. Опыт, да, еще новый. Опыт набираешь, да, и мне безумно это очень нравится. Да, и в этом есть как бы суть жизни, чтобы всегда что-то было интересно делать, развиваться. Да, я решила, что комфорт, который у меня был, я к нему вернусь там лет через 10-15, пока надо развиваться, расти. Тем более, я никогда не могла начать изучать язык. Здесь, на самом деле, я начала гораздо сильнее углубляться в изучение английского, а также взяла дополнительно уроки арабского, и мне очень нравится. Я уже пекочек начинаю читать на арабском. Вот я говорить научилась? Это значит, здравствуйте, как дела? Если не ошибаюсь. Кулетамам это? Кулетамам, все замечательно. Кулетамам. Все замечательно. Халас. Шукран. Шукран. Классно, реально. Желаю тебе еще изучить арабский на 100%, в совершенстве. Спасибо большое. И чтобы у тебя собралось еще много арабской истории. Я думаю, что все постепенно. Спасибо, что пришла на выпуск. Спасибо. Я желаю тебе удачи. Очень классный выпуск. Спасибо. Я в этом, что в нем приняла участие. Это здорово. Продолжение следует. Очень рад. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.